Этот праздник объединяет огромное количество людей, педагогов, школьников, студентов и их родителей. Желаю вам доброго здоровья, семейного счастья и благополучия, талантливых и благодарных учеников, которые станут гордостью верхней волшебной. Губернатор Ростова области Игорь Михайлович Куденев. У нас школа такая уникальная, у нее в прошлом году исполнилось 85 лет. Мы располагаемся, находимся в старинном здании, постройки дореволюционной, и школа там существует с 1934 года. У нас очень профессиональные работники, которые любят детей, которые постоянно ищут новые средства, формы, методы обучения. И вот три года назад я на базе нашей школы открыла музей русской избы. Который со временем превратился в центр этнопедагогики. У меня есть свой отряд краеведческий, ребята, которые носят с честью имя знаменитого бережского краеведа Антонина Герасимовича Кирсанова. И вот ежегодно мы с ребятами отправляемся в фольклорные экспедиции, поездки, собираем фольклорный материал, объекты нематериальной культуры, пополняем свои коллекции, печатаем книжки. У нас в прошлом году выпущено 11 книг, где ребята поделились своими проектами, исследованиями. Мы исследуем деревни, села, их историю, знакомимся со старожилами деревень. То есть у нас очень огромная работа, колоссальная работа проходит. До этого я опробовал себя в многих профессиях. Я работал в Тверском государственном техническом университете, учился там в аспирантуре. Но вот именно как-то школа, она позволила ощущать какие-то результаты своей деятельности. Когда дети к тебе приходят на урок, и в пятом классе они ничего еще не умеют, и ты только учишь их, ты ставишь им руки, ставишь им технику, прививаешь им культуру работы с инструментом. А уже в восьмом классе они делают какие-то полноценные вполне себе вещи, в том числе иногда и в таких достаточно больших масштабах. А что именно делают? Почему вы обучаете технологию? Ну, на самом деле, выполняем обычную программу по технологии, стандартную, с некоторыми доработками. Используем, скажем так, авторский компонент для обучения детей резьбе по дереву. Но в том числе иногда дети делают очень интересные вещи. Наверное, одним из самых больших достижений было, когда один из моих восьмиклассников собрал, используя тетрадку по технологии, реальный действующий инкубатор и вывел в нем перепелок.